Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были упразднены Адлерский и Лазаревский районы, и Сочи получил сегодняшние границы. Директор Музея Истории Алла Гусева показывает текст указа, принятого 10 февраля 1961 года. До этого дня Сочи включал только центр и хосту, после расширился до четырех районов. Курорт стал самым длинным городом страны, протянулся на 145 километров вдоль моря и стал называться Большим Сочи. И этот указ, безусловно, повлиял на дальнейшее развитие курорта. С этого времени было принято решение о разработке нового генерального плана реконструкции. И город Сочи на протяжении своем должен был развиваться гармонично, то есть все районы должны были развиваться одинаково. Генеральный план реконструкции Сочи был принят в 1967 году. Началось строительство кургородка в Адлере, пансионатов Дагомысы и Белой ночи в Лазаревском районе. В последующие 10 лет в городе было введено в эксплуатацию свыше 1 миллиона квадратных метров жилья. А вы никогда не задумывались, почему вдруг у нас, мы говорим, курорт Сочи и большой Сочи? Потому что у него большая история. Большая история. Много Адлер, Хост, Мацеста. Сегодня экскурсии для школьников в музее начинались с изучения этой даты – Дня образования Большого Сочи. Это одна из тем новой научно-образовательной программы Музея экспресс-истории. В ее рамках школьники в течение 7 месяцев на экскурсиях в музее будут изучать главные вехи в истории курорта. На экспрессе истории они проедут от древних времен до современности. Эти занятия отражают и древнейшую историю города Сочи, археологические памятники сочинского региона, которые называются тайной древней сочинской земли. Это и формирование национального состава города Сочи, и это секреты старинных вещей. К программе присоединились 9 школ-курорта. Кстати, участники нового проекта не просто изучат основные залы. Школьников пригласят в святая святых музея, в его фонды, которые недоступны обычным посетителям. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.